Утро на Болткоме 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 но только 26 получат титул Балтийского пород. А я как сказал? Побед. Побед 26. Да, вот вопрос в чём. 28 пород, но 26 побед. Такие две породы, значит, оставят. Титулы присваиваются не по породам. То есть все породы разделены по определённым группам. И из всех групп выбирают молодых кошек. Это котята, юниоры. Есть класс стерилизованных животных. Тоже их разделяют по полу. То есть женский и мужской пол. И взрослые кошки тоже женский и мужской пол. И также представлены кошки, мы называем как хаускет, то есть домашние кошки тоже участвуют в выставках. Это отдельная группа. Они также соревнуются на такого уровня выставках. Тоже есть специальные правила, чтобы они попали на такие выставки. Это тоже очень интересно. То есть, в принципе, любой желающий может всегда стать членом клуба и принимать участие на таких выставках. Ну, сейчас я понимаю, что уже всё, как бы, наверное, опоздали к завтрашнему дню. Вот, например, если кто-то заинтересовался слушать нас сейчас, куда нужно подавать это заявление, каким образом это всё происходит? Есть информация у нас на сайте cfca.lv. Можно, конечно, приходить в гости на выставку. Найдёте нас, организаторов, секретариат. Можно всегда поговорить, узнать. Да, то есть, ну, зависит либо владелец, это владелец породистого животного, да, либо владелец домашней кошки, ну, который хочет начать карьеру, да. То есть, у нас есть специальные правила, с ними нужно ознакомиться, вступить в клуб, да. И, пожалуйста, рады видеть. Потому что регулярные выставки мы организуем 3-4 раза в год в Латвии. Да, ну, они тоже считаются международного формата, да. Но такая выставка, я ещё раз повторюсь, это раз в 3 года. Поэтому, конечно, это такое уникальное событие, которое нужно посетить. И, насколько я понимаю, будет ещё, с позволения сказать, народное голосование, не только судьи. Да, 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 да. И, как показывает уже опыт прошлых лет, как это называется, мнение всегда расходится. То есть, самые красивые кошки. Ну, профессионалы там же не начинают подвешивать на руках, измерять туда-сюда. Да, публика выбирает душой, сердцем. Приходишь, смотришь, нравится, нравится, хочется погладить или не хочется. Опять-таки, очень многое зависит и от заводчиков, которые выставляют этих котов, насколько они коммуникабельны, показывают шоу там по-разному, но там играются на клетках, да, там дают фотографироваться и так далее. То есть, там уже люди выбирают душой. И, действительно, обычно это совершенно другие коты, чем те, которые попадают в финал. Но это очень мило, это тоже очень достойная награда, потому что стать любимцем публики, это тоже очень-очень... Как вот все это будет происходить? Вот награждение, я так понимаю, что будет целое... Обычно же проходят, если говорить про, там, не знаю, конкурс красоты, там проходят девушки по дорожке, а здесь вот как кошки будут... Примерно так же. Кошки дефиле. Да, примерно так же. Но если вообще говорить о выставке, да, то есть, на этой выставке в субботу будет проходить судейство, то есть, весь день судьи будут отбирать кошек на финал, и в воскресенье уже будет именно финальное соревнование на большой сцене, дефиле, как вы говорите, да, то есть, кошек выносят специально обученные люди, мы их называем стюарды, да, то есть, есть специально, каждую кошку есть специальная позиция, в которой ее красивее показывать, либо растянуть, либо компактнее, либо так, да, и стюарды выносят, судьи смотрят всех кошек, потом проходит голосование, и, ну, такое... Никто до конца не знает, кто будет победителем, да, и потом вот этот торжественный момент объявления, потому что, да, это титул, это действительно важный титул, он записывается в родословную, и всю жизнь остается с котом, то есть, это действительно такая эмоциональная и сильная победа. А его, я понимаю, наследники тоже могут, ну, как бы, это придает вес, что это, вот, как бы, дети победителя. Ну, конечно, да, потому что и у детей, и там пять поколений у нас в родословной фигурируют, да, то есть, всегда будет видно, будет виден этот титул. Конечно, это показывает активную работу заводчика, да, что он и ездит в разные страны, и хорошо презентует своих кошек, и кошки достойны. Есть такие кошки, которые, у которых титул уже не влазит в несколько рядов, например, да, к нам прибыл кот из Бразилии, персидской породы, мировой победитель 16-го года, да, то есть, но конкуренция будет очень сильная и очень красивая. Слушайте, а вот эти победители, то есть, я не представляю себе, есть ли какие-то райдеры, условно говоря, что моему котику только такой тип, там, не знаю, там, вот питание, массаж лапок, там, ну, то есть, эти котики, они себя ведут, как звезды, вот. Ну, здесь вы тоже, да, правы, потому что... Та самая фраза «я кот, а чего добился ты?» Да, 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 потому что, конечно, ну, профессиональные заводчики к таким выставкам готовятся, ну, за три месяца, за полгода, то есть, должна быть шерсть, то есть, поддерживают, ну, например, та же Бразилия, да, у них жарко, это персидский кот, у которого должна быть шуба, то есть, они поддерживают специальную температуру, конечно, там постоянно моют, постоянно следят, чтобы там ничего нигде не выпало, там ни лапы не замазались и так далее, конечно, это все очень большая работа, но не получится так, что вчера там кот, не знаю, в лесу мышей ловил, да, сегодня он уже на финале, да, то есть, это действительно работа, и также на выставке, когда такие животные, заводчики приезжают на такого типа выставок, конечно, они от организаторов ожидают тоже высокого уровня, чтобы не было каких-то лишних шумов, чтобы там, не дай бог, никакие даты. Я как раз хотел спросить, все эти выставки, это же для животных, наверное, бешеный стресс, сотни людей, все норовят погладить, все говорят, тю-тю-тю, вот это вот. Ну, да, люди, конечно, тоже мы всегда стараемся, ну, контролировать и объяснять, и просьба тоже к слушателям, которые придут посетить выставку, ну, действительно, воздерживайтесь от того, чтобы там пытаться залезть руками в клетку, даже не потому, что котам, конечно, это неприятно, но все-таки, конечно, коты уже привыкли. На таких выставках коты, которые даже получают своего рода удовольствие, да, от присутствия, но когда слишком много людей, которые пытаются там что-то прокричать, засунуть руку, да, но это, во-первых, ну, опасно, потому что ходить, ну, к разным котам и пытаться их потрогать, ну, тоже это не очень хорошо, ну, или это доставляет стресс. То есть коту не доставляет стресс то, что он у хозяина, у судьи, что там его носят, показывают, но когда люди без разрешения пытаются что-то сделать, это, конечно, не очень хорошо, поэтому, ну, все-таки зрителям призываем вести себя прилично, да. Анжела Фомичева, организатор выставки, международной выставки «Балтик Вейнер Шоу-2022», выставка «Кошек» в атоцентре. А когда лучше приходить простым, ну, во-первых, кому вы бы адресовали вот призыв плите, тем, у кого есть кошки, кто собирается завести кошек, кто просто хочет посмотреть, может быть, детям показать разнообразие живой природы, и в какое время лучше прийти, чтобы, может быть, ну, не помешать, там, не попасть на какие-то процедуры, которые, ну, в это время какой-то перерыв технический или, там, в это время проходят соревнования? Ну, эта выставка действительно для всех, и тем, у кого есть животные, можно посмотреть, да, посоветоваться, посоветоваться с заводчиками, может быть, по поводу ухода, питания. Также там будут представлены многие фирмы, которые предлагают и еду, и косметику, да, то есть можно найти для себя какие-то новые продукты. И, естественно, эта выставка для тех, кто только планирует завести кошку, потому что, ну, где, если не здесь, где есть 300 котов, где 29 пород, где можно увидеть очень высокий уровень кошек, познакомиться напрямую с заводчиками, очень много участников из Латвии, да, то есть действительно такое одно из рекордных количеств для нас. Если приходите с детьми, тоже не проблема, там будет работать детский уголок, можно ребёнка пока что доверить специально обученным людям, и не без спешки пообщаться с заводчиками, задать все вопросы, и тогда уже сделать выбор в пользу какой-то определённой породы или животного. Можно приходить, в принципе, в субботу выставка открыта с 10 до 6, можно приходить в любое время, потому что всегда будет что-то интересное происходить, у нас запланированы мероприятия на сцене, судятся всегда какие-то разные группы котов, поэтому, ну, какая-то часть будет на судействе, какая-то часть всё равно будет в зале возле клеток. Есть обеденный перерыв, да, с часу до 2 в оба дня, да, тогда, может быть, будет немножко меньше людей в зале, но кошки останутся на своих местах, да, и в воскресенье, так как основная часть будет сконцентрирована на сцене, это будут финалы, да, то есть выставка работает с 11 до 4, но, опять-таки, основная часть людей всё-таки будет в зале, поэтому в любое-влюбое время можно приходить, и нужно приходить, и оставаться столько, сколько хотите. Представляешь, у тебя кот, а ты такой поехал на выставку на других посмотреть, а возвращаешься домой, он такой, ты где шлялся, тебя пахнет чужими котами, ты изменщик. Главное привезти что-нибудь вкусненькое. Ну да, кстати, а ты ему раз, и вот, кот тебе косметики, вот тебе там всяких вкусняшек. Ах, я для тебя недостаточно красив, спросит нормальный кот, как мне кажется. Ну и возвращайся тогда, где был. А ему вернуться можно в воскресенье, второй день выставки, там же в атоцентре. Да, а какие вообще вот действительно представители пород, мы знаем, что вот, ну, есть собаки самые, ну, разное предназначение пород, там есть декоративные, есть там, ну, вот как бы социальные, есть те, кто сторожат дом. Вот среди котов есть ли какое-то разделение, я уж не знаю, ну, похожее вот на, что эта порода больше там для этого, для этого, для этого? Ну, кошки, конечно, для души, для красоты, но исторически действительно очень многие породы использовались для каких-то целей, да, те же самые минкуны, считается, что они сами пришли к людям в поисках тепла и заботы, и в ответ на это, ну, к таким, к фермерам, к большим хозяйствам, да, то есть в ответ на заботу они помогали бороться с грызунами, ну, действительно, это считается достоверной версией, как эта порода появилась в нашей жизни. Например, британская порода, ее брали с собой на военные корабли, то есть на кораблях они помогали бороться с грызунами. Исторически, да, конечно, так они и одомашнивались. Про многих кошек есть очень много красивых легенд, некоторые там охраняли гробницы, да, там императорские кошки и так далее, но действительно, да, еще там сотни лет назад, да, все кошек заводили для такой, для красоты, для теплоты, для любви, да, но и, в принципе, на сегодня это тоже, наверное, так, но, скажем так, в принципе, не заводят больше кошек для того, чтобы они там ловили крыс, да, это на самом деле считается даже опасным, потому что есть очень много рисков, да, для здоровья, то есть больше кошек заводят как бы для себя, для дома, для того, чтобы всегда кто-то ждал. Ну, так посмотришь на какие-то фотки тех же мейн-кунов, ну, ей-богу, мне кажется, предназначение этой породы, люди, мы пришли к вам дать вам смысл жизни, ухаживать за нами. Нет, ну, я помню, что... То есть не кошка для тебя, а ты для мейн-куна. Ну, так и есть, ну, вот я когда помню, что в Литании, вот, когда, ну, просто приехал учиться, жил там в семье, и там кошка была просто самым главным членом семьи, то есть если садились все за стол, вдруг кошка запрыгивала на стул хозяина дома, он брал другой стул, ставил рядышком, чтобы не дай бог ее там не потревожить, не согнать с этого стула, мне это просто поражало. Ну, да, я думаю, что, например, там те же самые, там 150 лет назад даже не так много это считалось чем-то таким ужасным, животное на столе, да, кошмар, грязь, нельзя так, да, сейчас, конечно, мир поменялся, животные стали, но мы действительно к ним обращаемся, как мой член семьи, кто-то говорит, мой ребенок, да, то есть за ними ухаживают действительно как за полноправными членами семьи, для них есть вся полная линейка, там специальная мебель, специальная косметика, натуральная еда, такая еда, там, ну, естественно, там уровень ветеринарии и обслуживания животных тоже очень сильно развился. Ну, а, к слову сказать, все это понятно, развитие, весь маркетинг и продажи, это все ясно и понятно, но что касается здоровья, я не про ветеринарную составляющую, а именно питание, все эти специальные корма и так далее, они не вредят здоровью животного, которое, ну, все-таки от природы должно само искать какие-то там, не знаю, травки, муравки и так далее? Ну, то есть та же самая пищеварительная система, не страдает ли она от этой искусственной еды? Это такой спорный вопрос, я думаю, что это тема для еще одного разговора, ну, по сути, но в целом, конечно, наши сегодняшние кошки, да, и дикая кошка там 200 лет назад, это, ну, такие, скажем так, уже две разные истории. Конечно, люди сейчас у нас делятся на два лагеря, да, те, которые поддерживают полностью натуральное питание, которое должно быть специально сбалансировано, есть специальные таблицы, потому что не хватит там, например, давать только филе, да, и есть все-таки люди, которые выбирают профессиональные корма, их также разрабатывают ветеринарные специалисты, да, то есть это не искусственная еда, это все-таки специально разработанные, разработанные формулы, но тут, я говорю, мы можем спорить долго, но нужно выбирать с умом и то, что подходит вашему животному. Анжела Фомичева, один из организаторов специального международной выставки «Кошек Балтик Виннер Шоу-2022» в атоцентре 7 и 8 мая. Спасибо большое, что нашли время прийти к нам. Спасибо вам. Хорошего вам мероприятия, до свидания. Всего доброго. Спасибо, до свидания.